Добрый вечер. У нас сейчас в Москве, как вы заметили, идет обострение антагонизма между населением и властью. Вполне по товарищу Герцену государство расположилось в России как оккупационная армия. Захвачена столица. Столицей правят персонажи, которые к этому городу не имеют никакого отношения. Но как только вот это обострение происходит, тут же моментально эта историческая традиция, она присуща и нынешним оккупантам, и всем другим пришествующим, заходившим в нашу страну или наш город, обязательное кивание на заграницу. Не, ну вы посмотрите, как там. И вот сейчас, когда потихонечку разворачивается такое легкое гражданское возбуждение, связанное с платными парковками и безграничностью их распространения даже за пределами Московской кольцевой, что потихонечку пробуждает некоторое наличие гражданского самосознания. У нас даже какая-то такая нанопартия объявилась с очень красивым названием, с очень некрасивыми делами и с таким невзрачным сереньким лидером, смену которого мы даже не заметили. Она пытается провести некий городской референдум. Но столичное руководство, оно особенно на примере парковок, тычет пальчиком за границу и говорит, не, ну вы сравните, Лондон, не, ну вы видели, ну Париж, Берлин. И вот эта попытка себя как-то, в том числе, приукрасить в делах сравнением с заграницей, она, с одной стороны, показывает, что вот эти сельские ребята, приехавшие в Москву, они себя практически меряют уже ровней Европы. То есть уже лоск европейский им присущ. Они уже где-то практически там. Ну, особенно вот наш эстонский житель, у которого недвижимость в Италии и вкусные рестораны в некоторых примечательных местах. Да, действительно, у них уже есть какая-то Европа. И на фоне одного деревенского жителя, который даже не из Урала, а из очень глухой лесостепной зоны поближе к Северному Ледовитому океану, переходящую в тундру, так у него, судя по всему, вообще комплекс неполноценности своей деревенской жизни и биографии, поскольку уж он-то, конечно, стопроцентный европеец. И отсюда такие регулярные отсылы. Не, ну вы гляньте, не, ну Лондон, не, ну Париж, вообще Берлин. А с какой стати эти люди себя позиционируют таким вот европейским приближением, и с какой стати они Москву сравнивают, а заодно и всю Россию косвенно, поскольку столица с Европой? Это мы в чем сопоставимы? Это где это, как это пересеклись наши исторические, либо экономические, либо социальные пути? Мы где Европу достигли? Мы пеняем на Европу или нам в нос суют Европу в связи с тем, что мы что? Вот, например, по пробкам мы заняли первое место в мире. Знаете, не каждая европейская столица имеет такую тягостную ситуацию, и здесь мы ближе к Азии. Мы в чем в уровне жизни, в удобстве города, в комфортабельности среды проживания, в конце концов, в ВВП? Мы в чем вдруг оказались равны Европе, чтобы сравнивать себя, в том числе в ценнике на платный асфальт? Это каким это боком? Где мы? Как соприкоснулись с их достижениями? Причем, когда нам постоянно тычут в нос, особенно Европу, цивилизованный мир весь целиком и Европу в частности. Ну, конечно, я понимаю, что вот эти наши, особенно Петя Бирюков, который сравнил Москву с задницей. Да, у него есть для этого основания. Он все-таки выбрался из курской деревни и потихонечку сейчас ладострастно красит московские заборы таджикскими руками в чудовищные цвета. У него есть основания для сравнения. Ему верю, он знает, о чем говорит. Но во всем остальном, Европа-то здесь каким боком? Тем более, не забывайте очень правильную характеристику Веллера, который в «Великом последнем шансе» написал, что сегодняшняя Европа – это гниль, это гангрена, это вырождение. А не себя сохранить не в состоянии. Нам от них не надо ничего убрать, не надо ничего подражать. Похоронить и забыть эту Европу. Мы можем из Европы взять что-то важное и интересное, то, что у Европы в далеком прошлом, в современной Европе нам равняться не на что. Что в малом, что в большом, что в организации транспорта, что в потворстве голубым, они же зеленые, что в свирепой организации под названием Greenpeace, которая в Европе особенно заметна. Ничего такого из Европы неприменимо у нас сейчас, кроме, конечно, лощеной жизни, особенно для людей из маленьких эстонских деревень, которые имеют в Италии недвижимость. Да, замечательно, ребят, мы здесь при чем? И если кто-то пытается, особенно по организации парковочного пространства, по определению того, как нужно эвакуировать машины и назначать плату на асфальт, пытается ткнуть нам в Европу, так это абсолютно неправильно, некорректное сравнение. Мы не находимся на том уровне, когда уместно. Есть другие столицы мира, с которыми абсолютно правильно и логично сравнивать нас и куда надо ездить за опытом. Есть такие, например, демократические страны, где правит народ, как, к примеру, Народно-демократическая республика Корея, это которая Северная Корея. Есть город Пхеньян. И по качеству жизни, по тому, каких достижений мы на сегодняшний день приобрели, имеем и можем ими хвастаться, сопоставление с Пхеньяном более логично, чем с Лондоном. Мы не Лондон, мы Пхеньян. Так давайте в таком случае посмотрим, а почем квадратный метр платной парковки Пхеньяне? А оно там есть? Или, например, Монгольская Народная Республика? Очень правильное сопоставление с городом Уламбатором. Тем более, в Уламбаторе живет 50% монгольского населения, монголов порядка 2 миллионов, из них миллион с небольшим хвостиком живет в Уламбаторе. Уламбатору некуда развиваться, потому что он зажат на дне котловины, он со всех сторон окружен сопками. У них электричку еще не изобрели, метро еще не прокопали, у них только, трамвая, кстати, тоже нет и троллейбуса нет, только автобусы и только личный транспорт, плюс верблюды, мотоциклы и гужевые повозки. Вот куда нужно ехать за опытом. А почем в Уламбаторе эвакуатор? А нету в Уламбаторе эвакуатора. Странно. А надо бы вот посмотреть, может быть, в конце концов, как-то вот у монголов поучиться мэрии Москвы распределению транспортных потоков и организации парковочного пространства. Ведь у них же там жуть-жуткая, коллапс просто апокалиптический. Опять Лондон? Какой Лондон? Уламбатор. Есть еще несколько примечательных столиц, в которые надо ехать и учиться опыту, потому что есть прямые сопоставления по нашим достижениям. Например, Фритаун в Сьерра-Леоне, замечательная столица, Магадиша в Сомали, ребят, съезжайте, съедите, и Уагадугу в Буркино-Фасо. Вот наше место где. Мы с Уагадугу должны себя сравнивать. И у нас есть уже один чиновник, который решительно поехал перенимать опыт. Вот этих всех, которые нам тут Лондоном что-то тычут с Парижем в нос, их вот туда, в командировочку. Ребят, вы не туда ездите. Хорошо, что ресторанчик есть или квартирка в Италии, отдельный домик. Не надо нам, Италию. Давайте в Уламбатор, в Магадишу. Поезжайте туда, в командировку, как это сделал председатель выходного суда Лебедев. Он мужественно поехал в Ганну. Он поехал в местный зоопарк, там был день открытых дверей и зверей заодно. И под пальмой недалеко там собралась местная коллегия адвокатов. И после сафари Лебедев должен был заглянуть к ним туда и прочитать лекцию о нашей правовой системе. Но вместо этого получилось, что он очень детально ознакомился с организацией дорожного движения в Гане. Он очень серьезно постиг меры обеспечения безопасности дорожного движения на улицах и штрассе этой страны. Пока он, правда, молчит, он сейчас поправляет здоровье. Когда поправят, этот чиновник должен стать примером. Он поехал, изучал, привез и, я надеюсь, выступит с докладом и расскажет чиновникам московским о том, как в Гане все это организовано. Там это очень интересно. Но можно, конечно, не дожидаясь, пока со смертного Адра встанет охотник Лебедев, поехать в Магадишо. Это замечательная столица. Если кто смотрел американский боевик падения Черного Ястреба, так вот именно там все это и происходит. С тех пор, знаете, в Сомали не сильно что-то изменилось. И если туда отправится наша верхушка московская за опытом, чтобы посмотреть, например, почем там палатная парковка, а нет ли там запрета на въезд на пикапе в центр города. Бесценный опыт. Ребят, не туда. Вперед, в Сомали. Новости. Ставлю вопрос на голосование. Куда ездить за опытом организации парковочного пространства мэру Собянину и его заму Лексутову? В Магадишо, в Пхеньян, в Уагадугу? 5533-А. В Лондон, Париж, Берлин? 5533-Б. Нашлось. Сдерживает пробки изо всех сил и тихо ползает по своим собственным 8 баллам. Мейл.ру констатирует. Все по-честному. 10 баллов. Движения нет. 65, 10, 9, 9, 6. Степан, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Очень спасибо большое за передачу. Дозвонился к вам давным-давно. Дозвонился к вам только сегодня. Я, честно говоря, очень рад. Потому что действительно созрел вопрос по поводу Мерседеса Е2-210 и Е3-2 фирмами. Что можете сказать? А что вы от него хотите? И что вы от него ждете? Я от него жду, что он отъедет подо мной долго. В связи с чем? В связи с тем, что, ну, во-первых, я фанат марки, честно говоря. Я сам сейчас езжу на Мерседесе, 202-й кузов. И, ну, не знаю, в восторге настолько. Ну, до поросячего визга. О, ну, тогда этот звук будет вас на протяжении всей эксплуатации данного автомобиля сопровождать верно и трепетно. И даже если в какой-то момент он перерастет в визг приводных ремней или тормозных колодок, вы можете себе позволить не обращать внимания. Потому что фанатизм марки – это самое главное, ради чего подобные машины и производятся. Вот если бы не было таких людей, как вы, то марка, конечно, бы довольно быстро сошла на нет или заняла бы свое достаточно непрезентабельное место. Но есть люди, которые как раз являются чрезвычайно лояльными клиентами фирмы. И вот на эту лояльность как раз самый главный расчет, самая главная ставка. Потому что во всем остальном, как вы понимаете, Мерседес – это просто машина. Вот просто машина. Согласен, согласен с вами полностью. Но все-таки эта машина еще 1998 года выпуска. И я надеюсь на то былое качество, которое держит моя машина или V-140, знаменитый и легендарный, который просто не ломал. Ну, насчет того, что V-140 просто не ломался – это легенда. Она имеет право на жизнь, потому что каждый раз, когда кто-нибудь в легенде побеждает, например, ветряную мельницу, некоторые верят, остальные делают литературное произведение, проходят его в школе. Хотя по факту ничего подобного не было. И на ветряную мельницу никто не бросался. С Мерседесом это же самая картина. И как только вы берете нежно, в заботливые руки этого покойника и начинаете его реанимировать, выправляете ему документы, перебиваете по-новому ВИН-код так, чтобы это соответствовало паспортным данным завода. Самое главное – вы его любите. После этого машина расцветает. Это то же самое, как некрасивая женщина. Через какое-то время, после вложения в нее, выясняется, что на самом деле она очень даже красивая. Вы помните? Ваша любовь – сделать чудо. Если вы просто прагматично «хочу, Мерседес, сел, поехал», – сдохнет на общих основаниях. Именно потому, что и ресурс он уже свой измочалил, и потому, что предыдущие владельцы у него были, те еще ребята. Да нет, дело в том, что мне попалась эта машина, продают знакомые, и, естественно, я буду проходить всевозможные проверки на ней. Но они заявляют 100 тысяч пробега, машина не ездила, как они говорят. На ней даже на порогах сохранились пленки заводские. У меня на «Матиссе» заводская пленка сохранилась, несмотря на то, что ему 12 лет. Это говорит о том... И из-под этой пленки там торчат небольшие дырки корродирующие. Пленка говорит о чем? О том, что этот контрацептив спас машину? Нет. Это говорит о том, что у пленки очень хороший клей. Понятно. То есть, хорошо. Я понял. Я знаю вашу позицию. Давно вас слушаю. По поводу гула автомобиля. И как вы относитесь к дорогим машинам, особенно к бэушным? Скажите, на что внимание обратить? И в какой дилер обратиться за хорошим сервисным... Ну, не за сервисным обслуживанием, а за диагностикой качественной? Чем дальше от дилера вы убежали, тем выше качество диагностики. Как только вы приехали к официальному дилеру, все. Тут же выясняется, что у вас в машине нужно поменять все. От носа до хвоста. Потому что, ура, клиент пришел. Когда вы находите того самого знающего, разбирающегося, хорошо относящегося к марке, такого же фанатичного, как вы, у вас с ним начинается разговор уже на равных. Как профессионал с профессионалом. Тут нормально, тут послужит. У таких фанатов я и машину покупаю, если честно. Конечно, забудьте про официальную дилерскую сеть. Я не пользуюсь дилерской сети. Правильно, на что обратить внимание. Сейчас, если вы откроете газету частных объявлений, там есть очень много специалистов. Можете выбрать себе либо по белой магии, либо по черной магии. Я рекомендую по белой магии. У них обычно советы и гадания добрее. Тем более, белые магии они обычно гадают на картах, а черные магии на кофейной гуще. Кофейная гуща не очень достоверный инструмент для того, чтобы определить, в каком именно цилиндре у вас через какое время упадет компрессия. Хотя, конечно, кофейная гуща, она тоже сыграла очень серьезную роль в истории, в том числе и в технической истории нашей страны. Потому что куда же еще идти за советом? Берете покойника с пробегом в 700 тысяч. Хочется, чтобы он пробежал еще миллионов 15. Конечно, куда же еще? Черная магия, она специально для этого существует. Андрей, здравствуйте. Алло. Алло. Здравствуйте, Андрей. Чудо случилось, я зазвонился. Да, я потрясен. Сергей, у меня вот вопрос такой. Я хотел узнать ваше мнение о присадках в масло. Сливочное. Лучше всего хлеб, белый хлеб. Лучшая присадка к сливочному маслу. Вы постоянно ссылаетесь на авторитетного человека, который целую передачу посвятил на другой станции по этому поводу. Такая чудодейственная вещь, как Супротек. Да. Я вот хотел узнать, действительно так все хорошо или нет. А у вас вопрос по швейной машинке, по фену или у вас во дворе помирает любимый автомобиль? Да нет, по автомобилю. И ваш автомобиль уже сколько-то прожил или вы его завтра купите и послезавтра зальете Супротек? Нет, он 150 прожил и, я думаю, залить, чтобы, может быть, еще 150 прожил. То есть бабушка уже слегка поизносилась, чуть-чуть пообвисла и самую малость прихрамывает. Уже сделала себе новый тазобедренный сустав. И тут вы решили, что до второй операции лучше не доводить. Нужно, чтобы бабушка еще немножко постояла у плиты. Как бы немножечко, может быть, сохранить ее моторесурс бабушке у плиты? Если вы верите в сказки, заливайте Супротек обязательно. А у вас какая машина? Жигули? Нет. Какая? Лачити. Лачити. Пробежала 150 тысяч с мотором 1.4. Нет, 1.6. У вас замечательная машина. Мотор 1.6. У него расчетный ресурс порядка 300 тысяч. Поэтому вы только на середине пути. И вы пытаетесь произвести химическое вторжение в физику материалов, а заодно снизить силу трения. Тем самым уменьшив воздействие закона физики на цилиндропоршневую группу. 50 на 50. 50% наших доцентов носят портфели. 50% наших доцентов носят портфели. У вас есть шанс посмотреть, к какой группе этих лиц вы попадете в итоге. Я в магию не верю. К волшебникам отношусь с подозрением. Алхимию со школы не люблю. Но это не значит, что все остальные должны так же, как я, не любить. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Рад вас слышать. Все время, очень приятно тоже. Все время ездил на бензиновых двигателях. Тут решил приобрести себе дизеля. Дизель-генератор поставить на дачу и посмотреть, что получится. Получится электричество. Да, получится. Toyota Prado дизель. Ух ты, 150-ка? 150-ка, да. Ну, сейчас, который 2013 год. Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу данного автомобиля. И, может быть, подскажете, какие присадочки зимой стоит заливать, чтобы не замерзнуть. Ну, антигель. Ну, антигель по топливу, потому что, собственно, ничего другого и нет. И есть несколько антигелей. На форумах у дизелистов по этому поводу уже все ответы есть. Потому что есть, что называется, один лидер и все остальные, которыми можно пользоваться. Но вот все мои друзья-джиперы, которые носятся, соответственно, на солярке по всей стране, они пользуются только антигелями. И вы найдете ответ на этот вопрос без проблем. А по поводу автомобиля, вот именно по поводу 150-ки Prado, очень хороший отчет по путешествию из Мурманска в Магадан у Леши Мочилова на его блоге в ЖЖ. Он на этой машине, соответственно, за 5 дней проехал 11700 километров. И, сами понимаете, дистанция и время вполне располагали к тому, чтобы сделать выводы. У него выводы эти все опубликованы. Если коротко, машина прочная и неудобная. Понятно. Но все же люди разные. Поэтому кому бриллианты мелковаты, кому-то щи жидковаты. Я, например, на Prado ездил. Меня в Prado больше всего не понравилось то, что у него нет тормозов, нет руля. И то, что у него курсовая устойчивость очень посредственная. Но люди в других режимах на этой же самой машине ездят и не сталкиваются с подобными претензиями, пожеланиями улучшить. А, например, тот же самый Мочилов, он очень сильно ругает автоматическую коробку. Но у меня барышня в соседнем дворе считает, что коробка замечательная. И цвет у нее белый. И она в восторге. У нее еще есть iPhone. И она ездит как раз на 150-ке Prado. И за последние года-два она даже не заметила, кончилось у нее топливо или нет, сдулись у нее шины или нет. Потому что на обслуживании у нее муж. Поэтому эксплуатация этой машины, она бывает по-разному. Почитайте Лешу Мочилову. Интересный перерыв на новости. Голосование совершенно удивительным образом разворачивается. Повторю вопрос. Куда ездить надо за опытом организации парковочного пространства мэру Собянину и его заму Лексутову в Магадишу, в Пхеньян или в Уламбатор? 5533-А. Либо в Лондон, Париж, Берлин. 5533-Б. 76% считают, что в Магадишу. Ну, если вдруг там что-то произойдет, я надеюсь, нам подберут другого мэра. Мы же не возражаем. Мы готовы всегда, если что, радостно голосовать за 146% любого. Ну, конечно, в Магадишу. 76% это, в общем, неплохой результат. Mail.ru у нас показывает 10 баллов, что вполне ожидаемо. Пробки движения нет. А нашлось. Он мигает картинкой. Она у него достаточно динамично движется. И некоторые пробки появляются, некоторые пропадают. Но по-прежнему картина совершенно удивительная. Она соответствует 8 баллам. Это большое математическое достижение. 65, 10, 9, 9, 6. Андрей, здравствуйте, это вы. Алло. Здрасте. Да, Сергей, добрый вечер. Добрый вечер, рад, что дозвонился. Я тоже рад. Скажите, Андрей, а куда надо в мэру Собянину съездить, посмотреть организацию парковочного пространства? В Уламбатр или в Лондон? Да я считаю, что ездить никуда не надо, поскольку большого толка об этом не будет. Это будут лишь израсходованные деньги. Знаете, это то же самое, как с мастер-банком. У нас любой банк для того, чтобы украсть, а не для того, чтобы сделать дело. Типл мне на язык. Поэтому здесь деньги тоже куда-то денутся. А так хоть, понимаете, в Магадишу съездят. Россия всегда шла каким-то своим уникальным путем. Поэтому, я думаю, здесь бесполезно. Отчего ж кивать-то на Лондон, если путь опять-таки свой? Уламбаторский. Бесполезно, абсолютно. И на Лондон, и на Уламбатор. В Уламбаторе мне понравилось. Там с этим здорово. Там, знаете, как хорошо можно на лошади приехать, подъехать к главному универмагу, который называется очень красиво Улсын Их Делгур. И на заднем дворе так совершенно спокойно чембуром прикрутить к трубе. Труба специальная для того, чтобы можно было парковать лошадь. И пойти там купить себе что-нибудь. Я прекрасно в Тунисе этим летом катался на верблюде по центру Стрит. Это тоже великолепно. Без всяких пробок, кстати. По центру Туниса, в смысле, по столице? По столице, да-да-да. А вы, кстати, обратили внимание, как там работают, особенно в часы пик, регулировщики на перекрестках? Очень активно. Все в мыле и в поту. Да, да. И вот сколько сил они вкладывают и как они пашут? Удивительно. Потому что они знают, что если они так не будут пахать, значит, они будут сидеть наряду с остальными тунистами и играть в нарды там, или, не знаю, где-то, под навесом. Да? И очень тосковать. Ну, да. Сергей, у меня вопрос следующего характера. Вот есть у меня хороший друг. Мы с ним рыболовы, охотники, просто любители природы. У него подготовленная 80-ка такая на большой мудовой резине, в общем, с силовыми бомберами и прочее, прочее, прочее. Вот, то есть практически в ней есть все, что можно как бы для бездорожья в машину впихнуть. И тут с ним произошла такая ситуация. Она как бы, на первый взгляд, курьезная, но в то же время оказалась печальная для него. Значит, ему в этот силовой бампер припарковывается на светофоре обычный, неподготовленный Митсубити. Там, Лансер, или, по-моему, Лансер. Значит, выходит владелец этого Лансера и говорит, что у него нет страховки. Вот, он согласен, что он виноват, что он очень нехорошо поступил. Вот, там капот домиком, антифриз вытек и прочее, прочее. Ну, естественно, силовому бамперу там только немного краски осталось от этого Лансера сзади. Давай, сейчас мы все спешим с утра, разъедемся по делам. Я сделаю за день страховку, и мы с тобой вечером встретимся на этом же месте и вызовем сотрудников ГИБДД. и все будет хорошо, как бы, и оформим, как нужно. И ваш друг покинул место ДТП и получил... И он покинул место ДТП, совершенно верно. Значит, вечером звонит этому товарищу, они обменялись телефонами, и тот говорит, ну ладно, у тебя же все равно ничего нету, я как-нибудь уже тут, ладно, решу без страховок этот вопрос. А он там чуть ли не каско, там хотел оформлять себе, чтобы отремонтировать машину. И через одно количество времени, довольно-таки быстро, ему приходит уведомление явиться в суд. И суд лишает его благополучно прав за покидание места ДТП. На сколько его лишили? На год? Да, на год его лишили прав. Да, на год, они всегда так делают. Он нанял адвокатов, как бы человек такой, он интеллигентный, он врач, то есть пошел по букве закона, обратился в вышестоящий суд, ну это районный рассматривание, обжаловал так, да? Обжаловал, да, отклонили. Ее отклоняют по сей день, уже отдано как бы, права он не отдал, поэтому при каждом, значит, пробивании его прав по базе, естественно, они числятся как изъятые, поэтому приходится как-то, ну сами понимаете, да, договариваться на местах. Но это дорогое удовольствие договариваться на месте. Это дорогое удовольствие, плюс отдано уже на адвокатов, вот, как выяснилось, это был сын там какого-то местного, значит, то ли начальника, или замначальника УВД, в общем, там все как бы хорошо. Итого, сколько стоит общечеловеческий опыт? У вашего друга, судя по всему, он уже перевалил за сотню тысяч. Да, уже где-то тысяч 80 отдан адвокатам, в связи с тем, что уже не раз слушания были, и они отклонялись по тем или иным причинам. Ну понятно, то есть адвокат, на самом деле, попался не тот, потому что нормальный адвокат такие дела решает. А свидетели по делу были заявлены? Нет, свидетелей не было. Понятно. Значит, у вас, на самом деле, было свидетелей несколько человек, они сидели в соседних машинах, и они мечтают прийти на следующее судебное заседание и рассказать, как было на самом деле. А свидетелем является любое лицо, которому что бы то ни было известно по рассматриваемому вопросу. Заявлять свидетеля вы вправе на любом этапе, хоть через полгода, хоть через 25 лет. А вот эти люди, наконец-то, они найдены, и они горят гражданским долгом побороться за справедливость на стороне вашего друга. Поэтому они могут прийти в любой момент в суд и все это рассказать подробно, начертив схему, рассказав, какого цвета какая машина была, что было на заднем плане, что на переднем, какого цвета была погода, какие птички летали и каким одеколоном пахло от каждой из сторон. Это первое. Поэтому свидетелей человек 5 вы уже нашли. Желательно, чтобы среди этих пятерых было две беременные женщины и еще три с кормящими детьми вопящего возраста в памперсах. Это обычно очень сильно производит впечатление и тоже трактуется в пользу вашего друга. Адвоката нужно менять, потому что он уже не справился со своей работой. Уже понятно, что он дальше будет просто тихо зарабатывать на благосостоянии вашего друга. Поэтому юрист другой, а, соответственно, обжаловать. Я не знаю, что у вас по процессуальным срокам, скорее всего, у вас много уже чего упущено, но здесь недопустимо в течение целого года кататься с правами, за которые платишь на каждом перекрестке, и потом все равно он их отдаст. Потому что, когда найдется какой-нибудь милиционер, проводящий рейд, то он вашего друга положит лицом в сугроб, права у него отберет, после чего начнется исчисление этого самого годовалого срока. Платить не придется, а ходить пешком уже придется. Поэтому вот теперь придется искать адвоката нормального. Причем это должен быть уровень Травина, не ниже. Либо это Антон Нездвецкий. То есть это должны быть адвокаты, которые знают, умеют, пробовали и уже успешны в подобных делах. А свидетели у вас есть. У вас просто вы как-то не обратили внимания, что эти замечательные люди, причем их много, и женщины, и дети, и старики, и прочие. И даже не важно, что они могут быть вашими друзьями или родственниками. Свидетелем является любое лицо. Поэтому заявите их в процесс. Ну, ясно. То есть, в принципе, как бы не останавливаться. А какой вариант? Ходить пешком, потому что обманули? Потому что есть опасная черта доверять людям? За доверчивость, конечно, хорошая оплата в 100 тысяч, но это несправедливо. А справедливость у нас торжествует только в одном случае. Если она имеет ценник, если она имеет упорство, если она имеет затраты с обеих сторон. Вот сейчас пока справедливость не на вашей стороне, потому что она оплачена другой стороной. Поэтому вам самое время расчехлить шашку. Сергей, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Я очень рад, что вас слышу. Верю только вам. Пожалуйста, помогите. Выбор 3,5 литра. Highlander, Honda Pilot или GS35 Infiniti. Ух ты. Ух ты. А вам, собственно, для каких целей? Потому что они же разные. Для себя. Ну, вы будете по городу ездить или где? Да, по городу. Просто кататься по городу вам просто нужно, чтобы вы были приличным человеком в потоке. Да. И чуть-чуть за город выезжать немного. Highlander можно подождать. Следующий, вот он сейчас как раз обновленный, придет, он уже будет на что-то способен. Пилот — это здоровенный утюг для того, чтобы красиво смотреться. То есть вы выбрали, на самом деле, три легковые машины. Ну, единственное, что GS35, ну да, с ним все понятно, это такая гонялка. На ней довольно увлекательно ездить. Она низколетящая и очень похожа на имитатор. Потому что у нее настолько избыточная мощность, что когда едешь, такое ощущение, что за компьютером в игре. Правда, в повороте это ощущение пропадает. Но пилоты Highlander — это два американских автомобиля, сделанных по принципу казаться, а не быть. У них есть свои плюсы, есть свои минусы, но они оба не очень хороши по тормозам, не очень хороши по рулю и не очень хороши по качеству салона. GSK в этом отношении чуть-чуть выигрывает, но GSK, она проигрывает по цене. Она этого не стоит. Но можно купить. Правда, две-то машины по клиренсу высокие, а GSK-то она низенькая. В сугробе завязните. Но классная. Да. Вот именно потому, что классная, поэтому ее и можно купить. У нее тоже довольно много странных просчетов, которые меня удивляют, но на ней зато можно попантоваться, а потом, когда вы будете ее продавать, вы поймете, что никому она, кроме вас, не нужна. Поэтому будете на ней ездить долго. Огромное вам спасибо. Огромное спасибо. А какие недостатки у GSK? Я, на самом деле, не знаю ни одного достоинства, кроме мощности двигателя. На мой взгляд, все остальное недостатки. Но я, в отличие от вас, не являюсь фанатом Infiniti. Просто Infiniti для меня это фирма, которая является таким высокопрофессиональным обманом. Покупаешь Infiniti, понимаешь, что это был просто Nissan. А просто Nissan это лучший друг Жигулей. То есть за улучшенные Жигули платишь, как за космодром. Я этого не понимаю. Но есть же люди, которые считают, что это нормально. А что вы предложили бы наподобие GSK? Наподобие GSK? Знаете, я бы накопил бы еще и купил бы какой-нибудь Ferrari либо Porsche. Не. Ой, зря. Представляете, Сергей, как вы будете шикарно на Porsche смотреться в Москве. У меня не хватит. Ну это... Не-не-не, вы просто... Вы снижаете планку. Поднимите. Вы дотянетесь. Потому что все три вот эти штуковины, они достаточно дорогие. Они так 2 миллиона с хвостиком. Но тут еще немножко доплатить. Что еще не хватит? Смелее к звездам. Просто чуть выше, чуть шире, размах крыльев пообширней. И все будет. Это же зависит от того, как правильно себя спозиционировать. Чем выше задача, тем результативней и тем интереснее будет итог. А на такой красивой машине, как GSK, ой, как здорово. И все будут бежать рядом и говорить, ой, смотрите, GSK, ой, смотрите, GSK, ой, смотрите, какая GSK. А потом, когда вы приедете на вторичный рынок, все будут говорить то же самое. А, смотрите, GSK. Смотрите, GSK, да, GSK. Перерыв на новости. Продолжаем выбор для московских пробок себе свежего автомобиля. Ну, наверное, Константин, в вашу очередь. Здравствуйте. Сергей, здравствуйте. Я бы хотел бы выступить с защитой Морседесов из 10-го кузова. Вот вначале часто вам позвонил слушатель и сказал, что он является фанатом. Ну, в общем, я являюсь таким же фанатом. И как-то было, я звонил вам, вы работали на другой радиостанции. и звонил, спросил, а что вы думаете по поводу 20-го Морседеса? Я вот нашел в таком хорошем состоянии, что бы советовать покупать или не покупать. Ну, в общем... Мерседес надо покупать всегда любой, особенно, когда до него дотянулась рука и кошелек. Ну, наверное, да. Ну, ваше соведущее меня практически в клинику отправили. Ну, я сказал, что там пробег достаточно небольшой. Но, тем не менее, я хочу сказать, что в хорошем состоянии можно найти всегда машину. Конечно, не надо выбирать вот так вот прям с сердцем, вот увидел автомобиль и вот хочу, хочу, хочу. Нет, нам, конечно, походить вокруг него, проехаться на нем. Константин, а учитывая, что эта машина 98-го года, ну, как максимум, где вот эта грядка с хорошим состоянием? Куда можно прийти, найти, счастливо уехать? 210-й достаточно древняя машина. древняя, ну, я вот даже 210-й кузов, я вот еще один нашел и тоже в хорошем состоянии, ну, как бы стал фанатом этой марки. Ну, грядка-то где? Где эта грядка? Вот приходишь, а там они... В Москве, наверное. В Москве? В Москве. В Москве. Искать надо в Москве. То есть уже давно везенные, уже давно правильно растаможенные, тем более учитывая, что все-таки там вот 95-й, 96-й, 98-й год, когда эта машина к нам пришла, первый владелец этой машины это был такой уважаемый в малиновом пиджаке, с голдовой цепурой, любитель растамаживать по-честному, иногда аккуратно застреленный таким же другим любителем растамаживать по-честному, с отмытым салоном, с помененными стеклами, потому что 7,62 на вылете. И после этого... ну, вы не поверите, но бывает такое. Бывает. Конечно, бывает. Знаете, следопыты автомотостарины, они по всю пору выкапывают вдруг автомобили с совершенно удивительным пробегом, которым по 60, по 70, по 80 лет. Даже вот там Горбатого Запорожца, которому сейчас уже сколько, 63 года, 53 года исполнилось, вот он с 60-го года пошел, и то бывают машины там с пробегом в 5 тысяч. Жигули и копейки вдруг бац, откуда-нибудь там из Казахстана выныривает. У меня, например, есть Володя Киреев, приятель, который выискивает разные автомобили, он в Казахстане на чердаке нашел машину Ким 1050, причем предсерийную, комплектную, притащил ее в Москву. То есть у нее пробег там, ну, меньше 10 тысяч, а хотя она довоенная, она 39-го года. Ну, нашел уже. Бывает. Французы недавно на чердаке у себя нашли довоенные дешво, концепты. То есть, когда они еще только искали, такая поисковая конструкция была, они эти машины в преддверии прихода немцев, как вы знаете, те, которые были готовы к серии, закопали посреди завода управления, и когда немцы вошли на территорию Франции, в том числе и взяли этот завод, не нашлось ни одного коллаборациониста, который бы рассказал им, что здесь закопаны готовые предсерийные образцы. И на чердаке они нашли года 4 тому назад, то есть, те-то откопали, пустили в серию, они стали ситаряна 2СВ, а на чердаке нашли несколько лет тому назад тоже концепт-кара, который простояли, соответственно, с 39-го года. То есть, найти-то можно. И, наверное, где-то 210-й есть, и на нем ездила бабушка только в церковь, и сейчас она готова передать в руки трепетного, восторженного будущего владельца. Сергей, ну, наверное, нельзя не согласиться, что качество автомобиля-то вот теперешнее, оно гораздо хуже по пластику, ну, вообще по всей отделке. Да. Я когда, например... Вы знаете, кстати, вот тут я сам с собой соглашусь, потому что некто Сергей Асланян с утра до ночи разговаривает по радио сам с собой и говорит о том, что нынешние машины хуже одноразовее и не надо верить логотипам. И тут, знаете, Сергей Асланян с Сергеем Асланяном полностью согласен, даже без понукания Константина о том, что нынешние кофемолки уступают тем дубовым кофемолкам, которые делали наши предки. Да. Потому что, когда я сажусь в новый автомобиль в принципе по той же цене, в которой можно сейчас найти Мерседес, я чувствую себя обманутым, просто обманутым. Ой, это, Константин, потому что вы недостаточно зарабатываете. Знаете, когда вы купите себе пару Ламборгини, пару Феррари и Мегатрак, то к нынешнему Мерседесу вы будете относиться совершенно спокойно. Вы в него сядете, в какой-нибудь нынешний С-класс 222-й, и так, знаете, спокойно отнесетесь к тому, что, ну да, конечно, было бы можно и лучше, но вы готовы будете терпеть это. А пока у вас нет вот такого бэкграунда, это как-то болезненно воспринимается. Я вас прекрасно понимаю. Может быть, потому что когда-то для меня и десятка была хорошего автомобиля. К счастью, вы излечились от этого недуга. Да, и каждый следующий автомобиль становился все лучше, все лучше, когда я поехал на Куриноморске. Конечно, это был галант. Константин, на самом деле вы пытались от меня самого защитить 210-й. А в чем суть вашей защиты, я не очень понял. В том, что он вам нравится очень сильно. Нет, все-таки можно иногда найти хороший достойный вариант. Хороший достойный это когда спидометр скручен сколько раз? Два раза или четыре? Ну, можем спорить наоборот сколько угодно, но вот я езжу на автомобиле и чувствую, что он соответствует тому побегу, соответствует тому качеству, соответствует тем деньгам, которые я за него дополнял. Это да, это точно. Я в свое время купил за 3000 долларов Cherokee. Он был развален в дребезге, но я соответствовал, я видел, что он великолепно соответствует ценнику. Он действительно стоил не больше 3000, потому что остальные 5 я в него вложил, чтобы он стал как-то более-менее похож на машину стоимостью 8000. Тут я с вами целиком соглашусь. А вы как-то свою машину, кроме как сердцем, еще чем-то проверяли? Да, конечно, я заезжал на официальному дилеру я не поехал. Да, правильно. Ну как, в гаражи заехал, смотрели и сказали, что ничего, колхоза нет никакого, все соответствует. Вот это правильно. Давно вы его брали? Ну, я его брал сейчас скажу, год назад я его взял. И с каким пробегом он был год тому назад? 46 тысяч он был. Вы можете не верить. 46 тысяч. А какая у него биография была, что у него 46 тысяч в нашей-то стране? Он когда был ввезен? В 98-м году. То есть с 98-го года по 12-й год он наездил 46 тысяч. Да. Это хорошее стечение обстоятельств. А предыдущего владельца вам удалось застать в глаза ему глянуть? Да. И я с ним до сих пор созваниваюсь. Чудеса случаются тем чаще, чем сильнее в них верят. Ну, действительно здорово. Александр, здравствуйте. Добрый вечер. Рад вас слышать. Я хотел узнать про Peugeot 508. Мне вот очень нравится двухлитровая дизельная либо все-таки бензиновая 50 лошадей. А что еще вы хотели бы про нее узнать? Хотя про нее уже все ясно. Вот у меня сейчас Peugeot 308 1.6 обычный атмосферник. Сколько пробежало? Хотелось бы 61 тысячу. И без проблем. Пока да. Ух ты. Александр, тогда вам можно брать даже 1.6 150 лошадей, а всем остальным я бы советовал все-таки 2.0. Потому что 1.6, особенно в таком напряженном турбированном режиме, когда с него сняли 150 лошадей в высшей степени форсировки, агрегат не самый надежный. Двушка дизельная. Конечно, лучше 2.2 GT, но она просто дорогая. Там дороговато получается, там большая разница. Да, 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 да. Она, к сожалению, дорогая, она просто очень сильно лучше. Но 508 хорош, в принципе, с любым мотором. Себе я бы брал в таком случае 2.0 дизель, но поскольку вам счастливо везет на Peugeot, и 308 у вас пробежала 61 тысячу, вы можете совершенно безболезненно взять для себя 1.6 и получать удовольствие. Тем более, что там нормальная коробка автоматическая, с ней все в порядке, там 6-ступенчатая. А вот на 3008 такая же коробка? Нет. А, на 3008 да, на 3008 на нем тоже стоит 6-ступенчатый айсин. Итоги голосования. 75% человек, ответивших на вопрос в опросе, считают, что в общем в ГВД-Лупу должны ездить наши Собянин с Лексутовым, чтобы черпать там организацию упаковочного пространства, опыт приобретать. Но 25% считают, что правильно, когда Лексутов и Собянин ездят в Лондон, в Париж, в Берлин и тычут нам в нос Европу. До понедельника, до свидания.